Добрый день, уважаемые садоводы! Меня зовут Юлия Конраденок, я селекционер-фитопатолог, кандидат в сельскохозяйственную науку РУК Института плодоводства, и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня я хочу рассказать вам о различных чудо-сортах, чудо-гибридах и чудо-растениях, которыми насыщен наш садоводческий рынок. Как только появляется новинка, наши садоводы, не разобравшись, тут же бегут быстрее покупать, сажать, ждут чудо-урожаев и, к сожалению, часто разочаровываются как во вкусе, так и в качествах заявленных чудо-гибридов. Одним из наиболее распространенных и старых таких чудо-гибридов является йошта. Это гибрид крыжовника со смородиной. Их очень много, они очень сильно отличаются по своим свойствам, по окраске, по вкусу. Их подают как уникальные растения, которые не колючие, в отличие от крыжовника, и такие же полезные, как и смородина, и сочетающие лучшее качество. У нас в институте действительно содержится коллекция йошты. Но наблюдая за ней многие годы, я могу сказать следующее. Это растение, как заменитель крыжовника из смородины черной, все-таки значительно уступает и тем, и другим. Во-первых, по размеру ягод. Не все гибриды йошты являются крупноплодными. И не все они так вкусны. Я бы сказала, что по вкусу, именно по вкусу, они значительно уступают и своей одной родительской форме смородине черной и крыжовнику. В то же время отличаются очень большой силой роста и тем не менее околюченностью. У подавляющего большинства сортов йошты, к сожалению, довольно плотная кожица. И это не всем нравится, кто хочет употреблять ягоды в свежем виде. Жесткая плотная шкурка это скорее признак сорта для технической переработки, для варенья, компотов. Но, с другой стороны, благодаря своей силе роста, йошта зарекомендовала себя в качестве элемента живых изгородей, которые, живые изгороди, вот она выполняет свою функцию очень хорошо. Еще одним распространенным чудо-гибридом является гибрид малины с ежевикой. Это межвидовой гибрид, но, к сожалению, кроме как диковинки, ничем особенным он не отличается. Его вкус значительно уступает и малине, и ежевике. Не просто значительно в несколько раз. По сути дела, это образец больше для красоты. Просто похвастается. Вот у меня есть гибрид, вот у него такие диковинные плоды. Поэтому лучше иметь на своем участке традиционную малину летнюю ремонтантную, традиционную ежевику. Тем более сейчас созданы изумительные сорта ежевики, почти без колючих, с очень крупными плодами. Например, первый отечественный сорт ежевики Стефан без колючек, чем диковинку, которая имеет достоинство только в том, что она диковинка. В то же время появляется много различных сообщений о гибридах малины с клубникой, с земляникой, с чем угодно. Чаще всего это оказываются дикие, эндемичные виды той же самой малины, которые очень серьезно уступают своей культурной прародительнице по качеству и пригодны только для использования как декоративное растение или опять же диковинка. А некоторые сорта, не сорта даже, можно сказать, виды, например, малина душистая, это исключительно декоративное растение, имеющее изумительно крупные оригинальные цветы, но при этом совершенно не завязывающие плодов. Поэтому я вам рекомендую, прежде чем вестись на покупку какой-нибудь диковинки, внимательно изучить ее свойства. Причем желательно изучать эти свойства не по публикациям в интернете, а по серьезным научным публикациям. Либо обратиться непосредственно, допустим, в отдел ягодных культур института плодоводства, где специалисты, которые занимаются десятилетиями этой проблемой, вам расскажут все подробно и дотошно. И это убережет ваше время от покупки ненужного по сути растения, которое вы потом просто не будете знать, куда девать. Потому что расползаются данные образцы, кстати, тоже очень неплохо. И еще одна особенность. Многие образцы из этих чудо-гибридов, к сожалению, тоже теплолюбивые. Например, одно время у нас очень была популярна бесшитная ежевика или ежемалина бесшитная. Вы знаете, мы несколько лет пытались получить от нее урожай. Как известно, и малина, и ежевика плодоносит, за исключением малины ремонтанты, на побегах второго года жизни. До второго года жизни у нас ни один побег не доживал. Либо доживал при условии очень серьезного укрытия. Но при наличии колючек такое укрытие у нас было проблематично. Поэтому на данный момент все производители ягод, посадочного материала серьезные производители обратили внимание, опять же, на традиционную малину летнюю, малину ремонтантную и ежевику всевозможных сортов и околюченности. Еще один хит продаж. Это ампельная земляника садовая или ампельная клубника. Все мы знаем особенность клубники образовывать усы. А у некоторых сортов клубники есть такая особенность, как закладывать на усах, особенно первого порядка, в первый же год цветоносы. Но дальше закладки цветоносов уже не идет. И урожай на них очень небольшой. Такое плодоношение отмечено, например, у сорта царицы. У всех остальных, к сожалению, нет. И это плодоношение не идет ни в какое сопоставление с урожаем на исходном материнском кусте. Это по сути диковинка. Следующий момент. Такой хороший урожай на усах. Опять же, повторюсь, первого порядка. То есть это первая розетка от растения. Клубника дает только в том случае, если этот усик укоренился и имеет дополнительное питание от своих корней, а не только от материнского. Те картинки, ампельные клубники, земляники, которые мы видим в интернете, чаще всего являются результатом элементарного фотошопа. Либо это, опять же, усы первого порядка, и растения находятся на очень хорошем питании. Дело в том, что любое плодоношение, оно требует очень-очень много правильного сбалансированного питания, которое мы с вами на своем участке обеспечить не можем. Чаще всего это питание именно капельное, с микроэлементами, с некорневым внесением. И согласитесь, что такую технологию ни я, ни вы обеспечить не можем. Это, как можно сказать, прям штучный товар, чтобы вырастить и показать. Но как только мы покупаем такую клубнику и помещаем ее в наши традиционные условия, к сожалению, она просто не может реализовать этот свой потенциал. Поэтому шикарная клубника, где вы видите гирляндами свисающие в два-три яруса цветоносые плодоносящие побеги, к сожалению, это в наших условиях не просто маловероятно, я считаю, невероятно. Сорт царицын и некоторые другие сорта, да, могут завязать на усах ягоды. Это будет вторая волна плодоношения, но урожай незначительный, размер ягод небольшой. Большое спасибо за внимание. Я надеюсь, что смогла помочь разобраться вам в некоторых вопросах. Если у вас будут другие вопросы, подписывайтесь на наш канал про цветок, задавайте, спрашивайте, и мы всегда постараемся вам помочь. С уважением, Юлия Кондратенко.